Эта программа говорит губерния. Вы знаете, наш гость, которого я сейчас представлю, сказал, что лучше было бы встретиться завтра, потому что именно завтра будет 73 года основанию команды СК «Нефтяник» трёхкратному чемпиону России по хоккею. Я поправлю четырёхкратному. Четырёхкратному? Четырёхкратному. Вот. Человек, который к нам пришёл, он знает всё про хабаровский хоккей с мячом. Он в гостях Виталий Афанасьев, пресс-аташе хоккейного клуба «СК «Нефтяник». Добрый вечер. Я не ошибся, 73 года, да? 73 года. А вот тогда сразу возникает вопрос. В своё же время «СК «Нефтяник» образовался из-за слияния СК и «Нефтяника». Где-то в конце 90-х годов. Так 73 года какое исполняется? Ну, если подходящая петельна к этому вопросу, то команде СК. Всё-таки СК-аббревиатура в названии нашей команды, она превалирует. То есть она стоит на первом месте. Ну и все те заслуги, вся та история, которая существовала прежде, она полностью принадлежит нынешней команде. Ну, если говорить про этот год, давайте всё-таки к этому сезону. Насколько он был сложный для нашей команды? Ну, честно говоря, я уже привык, что, как ни посмотришь, мне было уже только интересно. Наши победили с двукратным счётом, да? Вот, значит, двойное число или одинарное. И уже было непривычно. Сейчас какие-то, почти где-то были поражения, да? Но, по-моему, было не так существенно. И, в принципе, мы достаточно неплохо идём по сезону. Ну, если говорить о нынешнем сезоне, то, скажем так, поступь достаточно уверенный, неплохая, учитывая те изменения, которые произошли в составе команды. Всё-таки не надо забывать, у нас многие болельщики выпускают из вида то, что мы потеряли четырёх игроков основного состава, три из которых, ну, это так называемая команда, образующая хоккеисты, два полузащитника. В костях, да, получается? Да, Максим Ишкедин, Алан Джусуев, плюс ударный нападающий Эрик Петерсон, машина по забиванию мячей. Естественно, что компенсировать в полной мере уход этих игроков, ну, не то чтобы невозможно, но очень сложно. Да, пришли тоже хорошие, крепкие ребята, но, тем не менее, необходимо время для того, чтобы им сыграться, найти какое-то взаимодействие и только после этого идти вперёд. Вы знаете, я, насколько понимаю, ещё и коронавирус очень сильно повлиял, потому что я помню, что у нас команда болела достаточно серьёзно. И, опять же, для меня, на меня произвело впечатление кадры, когда Василию Грановскому дают подышать просто во время матча. Алексею Таргонскому. А, прошу прощения, да, хорошо. Но, вот, честно говоря, меня этот кадр очень сильно удивил, я сам чуть-чуть переболел с неймонией, я знаю, как тяжело восстанавливаться, а если уж говорить о спортсменах, вообще ужасно. Вот здесь, насколько наша команда выходит из этой ситуации, насколько хорошо себя чувствуют сейчас игроки, потому что и от их здоровья, собственно, и зависят их результаты. Ну, наверное, этот вопрос, конечно, лучше было бы адресовать нашему доктору, но если так, вот просто... А его можно подвозить вообще? Очень интересное дело. Ну, теоретически-то, конечно, можно. Подсмены и коронавирус. Я думаю, что тема будет очень интересная, надо с ним поговорить, я думаю, это стоит сделать однозначно. Ну, в настоящий момент ребята все в строю, кто перенесли в большей степени, к сожалению, эту заразу, кто-то в одной степени, кто-то в меньше, кто-то в больше, но, тем не менее, сейчас все на льду, все играют, все готовятся, тренируются, завтра очередной матч, и вся вот эта наша игровая обойма должна выйти на лед. Честно говоря, вот последние три года, когда каждый год мы поздравляли главного тренера и тебя с очередным чемпионским званием, у меня было чувство, что вот не дадут провинциальной команде так долго быть грантом. Ну, не секрет, что все время плелись козни, интриги против Хабаровского клуба в Москве, естественно, в Красноярске. Помню, с детства основные наши соперники москвичи и красноярцы, да? Ну, Свердловск еще был. Свердловск еще. И вот, мне кажется, просто было делом времени. И так мы на вершине продержались три года. Четыре. Четыре даже. И все равно вот что-то должно было произойти. Поэтому, честно говоря, не только я, многие другие хабаровщане, когда вот была отставка главного тренера, ну, думают, все, покатилась команда, сейчас рассыпется. Но пока третье место в чемпионате в таком трудном, в принципе, это... Нет, давайте не будем забывать о том, что сейчас идет только регулярная часть чемпионата. И делать вот такие далеко идущие выводы смысла абсолютно нет. Потому что все будет решаться в марте, когда определится первая восьмерка команд, когда начнется плей-офф. Потому что история чемпионатов страны, ну, российских, по всякому случаю, есть такие примеры, когда команда занимала место пятое-шеестое, а в конечном итоге спокойно доходила до финала. Вот. То есть самое главное расположить свои силы должным образом. Можно не очень удачно на самом деле выступить. Опять же, пример московского «Динамо» прошлого чемпионата, когда регулярку «Динамоцы» отыграли, скажем так, ни шатка, ни валка. И, тем не менее, очень уверенно вышли в финал. К сожалению, этот финал не состоялся. Ну, самое главное, по очкам-то мы идем очень хорошо. И в любом случае, вот по очкам-то мы точно в плей-офф-то попадаем. В любом случае. Просто все привыкли, что мы обычно лидируем от начала до конца. Ну, приучили, да, мы болельщиков. Ну, а с другой стороны, может быть, дать отдохнуть ребятам перед как раз-таки плей-офф, чтобы уже в полную меру выступить. Что касается молодежи, то есть вы сказали, вот четыре человека, да, четыре игрока достаточно очень сильных ушли. Но хотелось бы видеть не только шведов, да, в составе нашей команды. Конечно, приятно видеть легионеров. С другой стороны, у нас же очень сильная школа хоккея здесь, и здесь вот огромное количество пацанов, которые хотели бы выступать как раз-таки за желто-черных и защищать цвета нашей команды. Мне кажется, тут шансы просто приличные. И вот как ведется работа с молодежью, увидим ли мы новые имена и в составе нашей команды? Ну, тема на самом деле больная и очень непростая. Опять же, да, я, может быть, не совсем компетентен отвечать на этот вопрос. Что касается потенциала, таланта наших мальчишек, да, у нас мальчишек очень много, выступают на юношеских соревнованиях, они хорошо, но здесь не надо забывать, что юношеский, детский хоккей очень сильно отличается от взрослого. Очень много, опять же, примеров. Любой специалист, который прошел школу команды мастеров, вам скажет, что переход из юношеского в отросток хоккей, он очень болезненный, и на самом деле лишь считанные единицы позволяют себе закрепиться, да, в этой основе. Вот, поэтому к этому тоже нужно спокойно относиться и, ну, просто понимать этот момент. Да, у нас считается, что вот мы вроде как стали чемпионами России по своему возрасту, но это не значит, что вот эти 11 мальчишек, да, или сколько там в заявке? Ну, конечно, безусловно. Что они потом все придут в Суперлигу? Нет. Если придут из них человека 3-4, дай бог, слава богу, это будет очень хороший результат. Ну, и я бы вот со своей просто колокольни, да, этот вопрос обсуждается очень много на протяжении последних нескольких лет по поводу пополнения своими хоккеистами. Нет ни одного примера команды, клуба, который выигрывал бы, ну, скажем так, занимался высокие места исключительно своими воспитанниками. Вот нет, безусловно. Ну, просто хочется видеть хабаровчан, конечно. Ну, мне как хабаровчан, но хочется видеть хабаровчан. Тут претензий нет, просто это пожелание, скорее всего. Ну, есть у нас мальчишки, конечно, но необходимо понимать, что, опять же, это команда, профессиональная команда, которая ведет борьбу за награды чемпионата страны. И здесь нужно выбирать, что мы хотим. Мы хотим результат, настоящий момент, да, либо мы хотим развитие. То есть здесь очень сложно вот объединить, найти эту золотую середину, чтобы, да, и волки были сыты, и овцы целы. Ну, вот ты пока говорил про свою школу, я вспомнил разговор, который недавно был с Юраном, футбол, который тоже пока выступает хорошо. Хорошо, мы говорили об Англии, о феномене английского футбола. Я вот вспоминал, что знаменитых английских футболистов сейчас очень мало, но, тем не менее, Англия все равно остается футбольной державой. И Юран подтвердил, что там чувствуется дух. В принципе, действительно, возможно, ничего страшного нет, если не только твои игроки, да. В Англию собираются лучшие игроки со всего мира, но все равно это остается футбольной державой. Но пусть лучшие игроки приезжают в Хабаровск, все равно это будет хоккейная столица. Да, я думаю, что в любом случае это замечательно, потому что это привлекает внимание. Это, опять же, заставляет тех же мальчишек идти заниматься хоккеем, потому что в этот хоккей играют знаменитые мастера, их кумиры и так далее, и так далее. Ну, и ничего страшного, я думаю, не будет в том, если они, в свою очередь, не станут великими хоккеистами. Опять же, да, кто был в советское время, родился, мы помним, какой бум хоккея с мячом царил в Хабаровске. При том, что в самой команде хабаровчан было максимум 50%, остальное это были приезжие хоккеисты, но это не мешало мальчишкам заполнять дворы, площадки. Я в том числе гонял мяч в своем дворе, и все было нормально. И был полный стадион. Я с тобой соглашусь. Более того, я только когда мы переехали в Ленинград на время, отправили, узнал, что хоккей бывает не только с мячом. А мы очень сильно удивлялись, что если не только хоккей был один с мячом, а с шайбой это так. Да, мы тоже этого не понимали. Еще бывает хоккей на траве, но я этого вообще не понимаю, конечно. Но, тем не менее, здесь вот в Хабаровске, да, огромные плюсы нашей команде. Вообще, популяризацией хоккея с мячом стало строительство Ерофея Ирены. Ну, безусловно, потому что это суперсовременный комплекс. Таких комплексов, по-моему, в стране на тот момент не было. Ну, вот такой вот по масштабу госсовременности. Если говорить о специализированном, то да, это был первый. Но тем не менее, насколько я знаю, сейчас другие города подтягиваются, да. И вот где уже появились подобные сооружения? Иркутск, Красноярск, вот сейчас в Кемерово строительство ведется, в Ульяновске есть крытая арена. Опять же, там на стадии проекта вроде как рассматриваются варианты строительства в Архангельске, насколько я слышал. В Казани, опять же, ну, очень давно идет разговор, пока, опять же, все на словах. Но, тем не менее, вот эти грибочки, они растут, как в Швеции в свое время. Они потихоньку-потихоньку, а сейчас практически вся шведская лицерия играет, ну, я имею в виду клубы, да, имеют свои крытые арены. И, опять же, от этого никуда не уйти, как в свое время хоккей и шайбой. Об этом сейчас уже никто не помнит, что когда-то же играли на улице, да, и перешли в Ледовые дворцы. Сейчас многие, я знаю, ворчат, что русский хоккей настоящий, он на открытом воздухе. Ну, ребят, время идет. Дадим высказаться болельщикам. У нас по телефону Вячеслав, если не ошибаюсь. Здравствуйте, говорите. Алло. Алло. Мы вас слушаем. Я не совсем согласен с вашим гостем. Он, по-видимому, не помнит те времена, когда Михаил Павлович Ханин одномоментно вводил в состав команды местных ребят сразу целую обойму. Это были Буртюхов, Саламатов, Тесленко, Леонов, Пазников. Один год они выступили, так скажем, прилично, но не наверху были. А на следующие годы уже брали медали. То есть здесь превалируют совсем другие вещи, скажем так. И есть у нас хорошие ребята, которые могли бы, если бы их привлекали нормально в состав команды, и они могли бы создать будущее этой команды. Потому что уедут варяги, а с кем останемся мы? Вопрос. Хорошо. Если мы не принимаем. Кстати, вот заметьте, как хорошо хабаровчане знают. Ну, сразу видно, что человек бывало. Но, тем не менее, я вот немножко буквально возразил. Меня неправильно поняли. Я не говорил о том, что мы не привлекали своих ребят. Я говорил о том, что вот на пике, в 80-е годы, да, у нас была команда серебряная, так называемый, серебряный век. У нас была половина своих игроков. Они были замечательные. Все фамилии, которые прозвучали, я их прекрасно знаю. Я думаю, что болельщики того поколения тоже. Но это была только половина. Половина это были Сергей Лазарев, тот же самый, москвич, Александр Волков, москвич, Ухлов и так далее. Это полкоманды, это были приезжие хоккеисты, которых за чужих-то уже и не считали. Потому что они отыграли в Хабаровске много лет и их восприняли как свои. А с другой стороны, ведь может быть такая стратегия у тренера, когда он понимает, что уже встреча практически выиграна, уже большое преимущество. И тут можно как раз-таки молодых и выпустить. Можно, можно. Все, и обоймы дать попробовать. То есть уже не страшно, уже точно застраховано от поражения, уже точно выиграем. И дать молодняку поиграть как раз-таки против опытных. Ведь молодым тоже хочется свистнуть клюшки с более опытными игроками, потому что это потрясающий опыт. Ну, опять же, любой специалист, я думаю, скажет, да, и такая точка зрения уже звучала, что прежде чем игрока начинать выпускать хотя бы в конце матча, да, нужно понимать, что он хотя бы пускай частично, но соответствует уровню вот этой команды. То есть просто взять молодого хоккеиста для того, чтобы он просто был в заявке, ну, смысла нет, да. То есть нужно видеть в нем какую-то перспективу. Ну, а это уже вопрос главного тренера. Напоследок, самый тяжелый вопрос. Не знаю, ответишь ты или нет. Все-таки, почему главный тренер ушел? Вот, наверное, я не отвечу на этот вопрос, к сожалению, потому что, ну, не владею я полной информацией. Ну, мы наверняка встретимся. То есть я приглашаю нового главного тренера. Можешь сравнивать? Ну, вы знаете, я работаю в клубе 20 лет. Вот, на моей памяти было много специалистов. Сравнивать, ну, наверное, просто некорректно. Это во-первых. Во-вторых, все специалисты, все тренеры просто по-человечески и по профессиональным своим качествам, они разные. Вот. И вот так вот сказать, да, сравнить, что этот лучше, этот хуже, ну, так просто нельзя. Ну, по крайней мере, ты можешь успокоить болельщиков, что вовсе не рассыпался с Каневтяник, держится на третьем месте? Ну, я думаю, что своими результатами команда это показывает. Опять же, да, мы приучили к победам, и я помню, что в прошлом году многие возмущали, что мы устали от побед. Ну, так, господа. Ну, вот. Давайте. Вы хотели интригу, интрига появилась. Да, сейчас не двузначных счетов. Да, сейчас более напряженная, упорная борьба. Ну, так это же замечательно, да? Мне кажется, для болельщика, наоборот, когда появляется интрига, ну, когда ты переживаешь, это гораздо дороже и гораздо больше удовольствия получаем, чем когда вот твои, ты точно знаешь, что выиграют, можно расслабиться. Ну, можно вспомнить десятилетнюю гегемонию Енисея 80-е годы, или гегемонию, там, Водника Архангельского, Московского Динамо. На самом деле, это вроде бы как для клуба здорово, а интерес от болельщиков падает. Поэтому, да, вот, может быть, есть возможность, да, может быть, даже необходимо немножко опуститься, для того, чтобы передохнуть, да, и с новыми силами снова вернуться наверх. Ну, мы в любом случае ждем плей-офф, очень интересно, и очень хочется, как бы там ни было интриги, не интриги, но мы желаем только победы нашей любимой команде. Приглашаем в гости и главного тренера, и главного врача, да, технических питания. Ну, сейчас много очень-очень жестких игр, очень график игр. Потому что хоккей с мячом, несмотря ни на что, в Хабаровске-то спорт номер один. Я очень надеюсь, он всегда таким был, и очень хотелось, чтобы он таким и оставался. Спасибо. У нас в гостях был Виталий Афанасьев, пресс-аташе хоккейного клуба «Сканев Тяник». Мы желаем нашим хоккеистам победы, несмотря ни на что. Спасибо. Ну и то, что это будет в тяжелой борьбе, даже замечательно.